Добрый вечер всем, с надеждой, что еще присоединятся люди. То, что мы начали обсуждать в прошлый раз, это историю с многоженством шлумо, ее основой, на которой строится само по себе обвинение. Если мы на минутку еще раз взглянем на сам текст, мы увидим эту основу очень ясно и четко. Обвинение в чем, только скажи, чтобы народ... Сейчас мы скажем, сейчас озвучим. Значит, и так говорится в 11 главе книги Млахима, без всякого предисловия, надо сказать, потому что до сих пор все было, казалось бы, абсолютно безоблачным. Вдруг нам сообщают, что шлумо агав на шим но хриот работ, и дальше они перечисляются. Царь шлумо любил много разных женщин и народок, среди которых была та же дочь фараона, которую мы упоминали в прошлый раз, и женитьба на которой совершенно не вызывала у автора какой бы то ни было критики. Мы видим здесь, очевидно, это я как бы не буду слишком сильно и углубленно вникать в вопросы формирования редакции текста, но очевидно, что вот этот рассказ о грехе царя шлумо, он не сопрягается напрямую с рассказом о женитьбе его на дочери фараона, которая была в предыдущих главах, и где это как бы описывалось по меньшей мере нейтрально, если даже не позитивно, поскольку это такой как бы почетный брат, мы об этом в прошлый раз говорили, и это уже то, чем мы завершили в прошлый раз обсуждение, как бы представляло проблему для автора книги Хроник, который, по крайней мере, ну так, чуть-чуть подлегнул дочь фараона, сообщив, что шлумо выставил ее из города Давида, подчеркнув при этом, что вот она не может находиться рядом со святыней, рядом с ковчегом завета. Значит, то есть это как бы это обвинение в том, что шлумо женился на женщинах-иноронках, которые в результате привели к тому, что он впал, выдало поклонство сам, оно как бы совершенно неожиданное, оно как некоторый такой вот чертик из бутылки, джин из бутылки выскатил. Значит, мы, казалось бы, ну совершенно как бы не ожидали появления всего этого. Теперь надо отметить, что все построено в каком-то смысле, как своего рода такой протологический мидраж. Мы не зря в прошлый раз обсуждали те тексты Торы, на которых это обвинение можно было построить. Значит, в текстах Торы есть категорический запрет на заключение браков с ханааньями, есть несколько более размытый, не до конца ясный запрет на заключение браков с моавитянами и аманитянами, который по поводу этого запрета, по крайней мере, существовала, очевидно, традиция, которая толковала этот запрет как, действительно, как запрет на заключение брака, хотя он сформулирован как запрет на вхождение в общество Господне. Нельзя входить в общество Господне. Плюс есть закон другого рода, но тоже существенный, ограничивающий царя в количестве жен, которые он себе может брать. Значит, он не должен умножать себе жен. И мы в прошлый раз сказали, что не исключено, хотя это в законе, в книге говорим, прямо не проговорено, что подразумевается, по крайней мере, тот, кто мог читать этот закон, мог это так воспринять, что подразумевается не просто умножение жен, а умножение жен и народов, поскольку за несколько стихов перед этим сказано, что царь не должен быть инородцем. Ты не можешь поставить над собой в качестве царя инородца, ишнохри. Из этого можно, в принципе, заключить, что и жены у него тоже должны быть из народа Израиля. Так это впоследствии было понято некоторыми древними комментаторами. Так это было понято, например, в Кумране. И я хочу как бы вывернуть здесь некий тезис, что так это было понято авторам нашего рассказа. А что он, в сущности говоря, делает? Он соединяет разные категории, разные законы. Значит, он упоминает здесь, с одной стороны, некоторых представителей ханаанских народов, как они упоминаются в Торе и в других местах, а именно нашим цейдониот хеттиот. Хотя цейдон – это Феникия, это район Ливана, но в списках ханаанских народов иногда упоминается и цейдони. Хеты, вообще говоря, это народ вообще не семитский, к слову говоря, это народ индоевропейский. Хетское царство в свое время было одним из мощнейших царств Древнего мира, где-то между примерно 15 и концом 13 века до Новой эры, когда это царство было сметено народами моря, находилось на территории современной Турции, а дальше они расселись, видимо, какие-то из них осели действительно и на территории ханаана. Одновременно с этим наш автор упоминает маовитянских и аманитянских женщин, а также женщин и дома. Любопытно, что рядом с запретом на то, чтобы маовитяне и аманитяне входили в общество Господне, есть более мягкий запрет, касающийся Эдома и Египта. Там говорится в книге Дворим, это все та же 23 глава книги Дворим, что египтянин и адамитянин после третьего поколения могут входить в общество Господне. Но из этого можно сделать вывод, что до третьего поколения они все-таки не могут. Поэтому оба эти народа включены и в этот список. Один в качестве дочери фараона, таким образом наш автор Лигнул Шломо за этот брат здесь, и, повторяю, Эдома. Вот он полюбил многих женщин. При этом он использует здесь риторику, которая как раз напоминает скорее закон о Моаве и Амоне. Он не говорит лотит хатен, он говорит лотавоу бахэм, вэм лоя воу бахэм, глагол лаво, входить. Они не должны входить в вашу среду, а вы не должны входить в их среду. И вот таким образом можно сказать, что автор нашего рассказа, он как бы, можно сказать, создает такой вот протоголахический мидраж, объединяя разные тексты и подводя под них общую базу некоего глобального запрета. Речь еще не идет о запрете на смешанные браки какого бы то ни было рода, но, в общем, постепенно к этому подбираются. Следующий этап, когда этот запрет еще чуть был более расширен, это во времена Эзер. Там как бы это начинает приобретать какого-то такого всеобъемлющего запрета на смешанные браки, то есть это развивается постепенно. Но, опять-таки, говоря о нашем тексте, очевидно, что автор как бы собирает некую кучу, все, что он может собрать. И это все инкриминируется Шломо. Причем аргумент, который используется, это аргумент Торы. Они склонили его сердце идти вслед за их богами. И вот именно этих женщин, говорится, здесь Шломо и полюбил, когда состарился. Это мало того, что он их полюбил, женился на них, полюбил их, но говорится о том, что он, в общем, занимался тем, что не более не менее, как строил на территории Иерусалима языческие храмы. В седьмом стихе сказано Вот он строил святилища Кмошу, богу Муава, как тут назван, Молех, мерзость, мерзость, это используется слово Шекуц, божество сыновей Амона. Вообще у амонитян национальным божеством был мельком, значит, к слову сказать, а это как бы отдельная тема, я не буду сейчас в нее вдаваться, но когда мы говорим о политеизме древних народов, политеизм древних народов не обязательно заключался в том, что у них был пантеон. Иногда это было так, а иногда это было иначе, иногда преобладало одно божество, но как бы отличие, кардинальное отличие древнееврейской, библейской религии, веры от языческих образцов состояло в том, что языческие веры были абсолютно толерантны, даже если было одно национальное божество, это как бы не приводило к запрету на поклонение каким-то другим божествам, на чью территорию ты попадаешь, скажем, маамитянин попадает на территорию ОМОНа или на территорию Идома, и он как бы должен отдать почести этим божествам, то, что запрещено народу Израиля. Так вот, возвращаясь к нашей теме, значит, Шлумо занимается строительством языческих храмов в Иерусалиме, за что, естественно, на него возгорается, как сказано, гнев Господень. Теперь возникает, собственно говоря, вопрос. Вот эта история, очень странная, которая, в общем, повторяю, совершенно неожиданная. Мы не ожидали, что Шлумо, который, казалось бы, явился вершиной как бы вершиной династии Давида в том смысле, что он построил храм, этому же самому Шлумо инкриминирует впадение в язычество. Ну, можно, конечно, было бы сказать, что в духе таком немножко такой дешевой психологии, что вот, ну, в конце концов, родился он от брака Давида и Батшевы, в основе которого лежит преступление, поэтому что там ждать от потомка этого брака. И можно, в принципе, было бы так истолковать, но я повторяю, что как бы есть очевидный диссонанс между этой историей и всем тем, что рассказывалось о Шлумо до сих пор. И мы не можем отмахнуться от вопроса, с чем связано такое вот неожиданное изменение курса по отношению к Шлумо. С чем оно может быть связано? Ответ, собственно говоря, достаточно очевиден. Он даже не скрывается нашим авторам. Только надо переставить, видимо, местами причины и следствия. Нашему автору необходимо объяснить событие, которое как бы историческая традиция донесла до него. Мы еще поговорим о том, в какой мере это событие верифицируется, но, по крайней мере, существует очевидная историческая традиция, которая дошла до нашего автора и которая состоит в том, что царство распалось, что то самое царство, которое Давид создавал по кирпичику, объединил и создал некое колоссальное по тем представлениям царство, неожиданно распалось, распалось во времена Шлумо. Это требует объяснения, и это объяснение должно как бы содержать достаточно тяжелую артиллерию. Просто так царство не распадется, потому что это царство, которое в известном смысле символизирует завет между Богом и народом Израиля. его распадение это некоторое крушение, крушение всего. И надо понимать, что как бы в дальнейшем, например, мы неоднократно сталкиваемся с некоторым с надеждой на то, что все восстановится. Есть знаменитое, скажем, пророчество Ихискеля, которое содержится, которое в 36-й главе Ихискеля, где он говорит о том, что будут соединены соединены два дерева, два дерева Израиль, Израиль иудея, в 37-й, прошу прощения, главе, Ихискель должен совершить некоторое символическое действие, взять одно дерево, один ствол, написать на нем Иуда, другой ствол написать на нем Исраиль, и они должны быть объединены, и это будет символизировать ведущее объединение народа Израиля под эгидой потомка дома Давида. это то, что говорит Ихискель. Это как бы некоторое с одной стороны великолепное прошлое, а с другой стороны надежда на будущее. В каком-то смысле государство Израиль эту надежду осуществило, потому что у нас обе части территориально входят в государство Израиль. Вот, поэтому как бы крушение этого единого царства должно было быть вызвано супер важной причиной. Теперь какая может быть супер важная причина? Одна единственная впадение в язычество, уход к другим богам, ничего другого наш автор представить себе не может. как бы в Торе говорится с однозначностью в нескольких местах, что если вы уклонитесь и будете служить другим богам, то вы будете изгнаны из своего и своей земли. Или, как сказано в одном из мест земля вас изрыгнет из себя. И вот это распадение царства это некоторый первый шаг в этом направлении. То, что началось во времена Шлумо, точнее его сына, причина кроется в истории Шлумо, завершится в конце концов сначала разрушением Северного царства, и там будет программная речь в 17 главе второй части книги Млахим, где объясняется, почему оно было разрушено, по той же самой причине, царство иудейское. По мнению неоднократно уже упоминавшегося мной Мартина Нота, вся идея дефтерномистической истории состоит в том, чтобы показать крушение этого, крушение завета вследствие, как он считал, так он интерпретировал, порочности царской власти. Это не факт, можно по-разному рассматривать отношения автора к царской власти, но очевидно, что история с женами и с уклонением в язычество, которая несомненно базируется на законах Торы, категорически запрещающая это, под угрозой уничтожения династии, под угрозой изгнания из земли и так далее. Эта история вызвана, видимо, к жизни тем результатом, тем историческим результатом, который явился в виде распадения царства. Мы будем чуть ниже об этом говорить, но уже сейчас я скажу, что две причины распадения царства представлены в книге царей. причина связанная с некоторым недальновидным поведением сына Шлумо Рыхавама, и это была, видимо, та историческая традиция, которая и дошла до нашего автора. Некий конфликт между севером и югом, который царь Рыхавам очень неудачно разрешил и привел к распаду. И причина вот эта, и эта причина, причина связанная с Шлумо, она глобальная, потому что для автора книги царей недальновидное поведение царя ну никак не может явиться реальной причиной такого катастрофического события, как распадение царства. По определению не может. Этого явно недостаточно. Поэтому он как бы исходно воспринимает историю Рыхавама, сына Шлумо, как некий результат, как своего рода триггер, как реализацию того, что уже было заложено. А то, что было заложено, то должно было быть заложено гораздо более массивным образом. И так, на мой взгляд, создается действительно история греха царя Шлумо. Любопытно, любопытно, что в одной из книг эпохи второго храма эта история вспоминается. В книге Нехемии в последней главе речь тоже идет о заключении смешанных браков. Речь идет о заключении смешанных браков. Нехемия рассказывает о заключении смешанных браков, которым он категорически противится. Он еще представляет собой своего рода древнего Илья Зарабан-Иуду, который возмущает то, что дети говорят наполовину по- аждотски, как он говорит, половину по-иудейски и на других языках. И вот он спорит с этими людьми, проклинает их и даже бьет. Значит, он как бы не экономит свои силы, рвет им волосы и заклинает их Богом, чтобы они не заключали смешанных браков. И по этому поводу он говорит, разве не в этом согрешил Шломо царь Израиля? А ведь не было среди множества народов царя, подобного ему, которого бы так любил Бог. И Бог поставил его царем над всем Израилем. И тем не менее его ввели в грех женщины инородки. Здесь мы видим некоторую рефлексию по поводу того, что описывается в книге царей. То есть Нехемия, автор книги, это единственная по сути дела из книг Танаха, где современные исследователи по крайней мере частично предполагают реальное авторство обозначенного в заголовке книги персонажа. Так вот он как бы пытается осмыслить этот странный диссонанс, это противоречие между Шлумо, который изображен в первой части, основной части описания его царствования в книге царей, и вот этим внезапным падением. И он объясняет для себя, он говорит, что да, действительно великий царь не было подобного которому никогда, и тем не менее и он тоже не застрахован от греха. Это то, что говорит Нехемия, то есть как бы представление о грехе Шлумо существовало, но было и противоположное представление, попытка снять со Шлумо эти обвинения. Кто эту попытку лоббировал? Ну, естественно, в первую очередь автор книги «Хроник», автор Девреямим, который писал уже после Нехемии, он, мы еще этим займемся чуть ниже, но он, конечно, ничего не рассказывает о грехе царя Шлумо. В его книге и Давиды Шлумо абсолютно безгрешны, точно так же, как он ничего не рассказывал о грехе Давида, также точно он ничего не рассказывает о Шлумо. Это приводит к некоторым проблемам, связанным с объяснением распада царства, о чем речь пойдет ниже, но он как бы полностью игнорирует это обвинение. Помимо прочего, не только из-за того, что ему чрезвычайно важно представить Шлумо как идеал, но еще и потому, что история с грехом Шлумо для него представляет собой такое довольно сущностное теологическое противоречие, которое разрушает главную для него концепцию воздаяния. Ибо для автора и хроник, автора Дибрия Мим, воздаяние может быть только личным, оно не может переноситься с поколения на поколение. Утверждение, что Шлумо согрешил, а реально наказание придет, постигнет не его, а его сына, эта идея абсолютно неприемлемая для автора книги хроник. Поэтому он не может в принципе изобразить ситуацию так, как она изображена в книге Млахим. Шлумо согрешил, был произнесен приговор, но при этом при этом этот приговор исполняется не во времена самого Шлумо, а во времена его сына, как сказано здесь, что я не заберу все царство у сына твоего, а заберу только одно колено, но не в дни твои я сделаю это, а в дни сына твоего. Опять же, автор книги Млахим находится в некотором капкане своего рода, который ему не мешает. Есть историческая традиция, которая говорит о том, что царство распалось во времена Рахавама, но оно распалось в самом начале его царства, и он даже фактически не успел стать царем, поэтому ему инкриминировать какие-то специальные грехи, связанные с распадом царства, просто нет возможности. Стало быть, надо идти на поколение назад и даже пожертвовать ради этого имиджем Шлумо, что он и делает. Для автора книги Млахим нет проблемы, потому что он вполне готов принять концепцию наследственного воздаяния, она раз за разом повторяется в его книге. А вот автор книги Хроник уже это не готов принять, поэтому какие бы то ни было упоминания о такой причине распада царства в его книге исчезали. Теперь что происходит дальше? Когда мы переходим к литературе мудрецов, для которой есть уже канон Танаха, есть и книга Млахиме, и книга Деврееме, есть все, и надо как-то решить тоже этот вопрос. И вот мы сейчас с вами посмотрим, как оригинально этот вопрос был решен. Впрочем, неоднозначно. В трактате Шаббат в Вавилонском Талмуде мы читаем следующее. Сказал такой вот Амора из земли Израиля Раби Шмуэль Барнахмани от имени Раби Йонатана своего учителя «Всякий, кто говорит Шлумо согрешил, ошибается». И это как бы выглядит весьма поразительно. Казалось бы, ну что здесь можно сделать? Написано прямым текстом. Причем он сам цитирует этот текст. «Его сердце не было полностью Господом Богом его, как сердце Давида отца его». На что дальше он Талмуд вот этот Амора Раби Шмуэль Барнахмани делает исключительно такой хитрый трюк, элегантнейший. Он говорит так, как сердца Давида отца его не было, это да, но и согрешить он не согрешил. Значит, он как бы внутренне не был так предан Богу, но и не согрешил. Тут же Талмуд в духе такого дискурса перманентной полемики атакует и говорит, а как же так? Ведь написано же, что в старости, когда Шломос остарился, жены его отклонили его сердце к другим богам. А это ничего страшного. Так говорит Раби Натанн. Он говорит так, цитирую этот стих, что, несмотря на сказанное, значит, грех весь был только связанный с сердцем. в конце жизни старости жены как бы отклонили его сердце идти за другими богами. Отклонить-то они отклонили сердце, но он не пошел. Реально он ничего не сделал и снова атакует Талмуд. А как же написано, что он построил святилище языческим богам? Ответ неожиданный. Он собирался построить, а на самом деле не построил. А как же сказано и сделал Шломо дурное в глазах Господа? Ответ такой, тоже очень обтекаемый. дурное в глазах Господа и того, что он должен был противиться своим женам и он этого не сделал. Поэтому текст как будто бы возлагает на него ответственность за грех. Любопытно, что в этом духе истолковался эту историю уже в наше время, в 20 веке, Рава Динштейн Зальц. В своей книге «Библейские образы», когда он объясняет, что случилось с Шломо, вот он ровно так это и объясняет. Он говорит, что Шломо проявил излишнюю толерантность по отношению к своим женам. Не то, чтобы он сам впал в язычество. Такая тоже апологетическая позиция. Но при этом, при этом, смотрите, что дальше пишет Талмуд. Сказал Рав Юда, сказал Шмуэль, это уже вавилонские амурайи, в тот момент, когда Шломо женился на дочери фараона, она привела ему тысячи всевозможных песен и сказала, так служат такому-то чужому божеству, так служат такому-то божеству, и он не противился. И дальше говорится, сказал Рав Юда, сказал Шмуэль, в тот час, когда Шломо женился на дочери фараона, спустился с небес ангел Гавриэль, воткнул некоторый тростник в море и образовалась своего рода такая, как бы, так сказать, кусочек суши, сегодня это называется Мель, и на нем был в результате построен великий город Рим, значит, в будущем. То есть мы видим, что с одной стороны Талмуд всячески старается Шломо спасти его репутацию, но с другой стороны готов сказать и резкие слова по его поводу, и в трактате Салгедрин, мы закончим этот обзор в другом месте, тоже приводится от имени другого Амора и Раби Ицхака, та же самая традиция насчет города Рима, но одновременно этот Раби Ицхак говорит еще нечто, что в трактате Шаббат не появляется, и это нечто связывается напрямую с законом о царе. Почему, говорит он, не были раскрыты, не был раскрыт смысл заповедей Торы? Это как бы отдельная история, связанная с тем, начиная с довольно древних времен, еще талмудических, обсуждается вопрос, имеется ли у заповедей Торы рациональное обоснование, если имеется, то какое, а если не имеется, то почему. И вот Раби Ицхак представляет здесь следующую традицию. Почему не были открыты, открыт смысл заповедей Торы? Ибо вот два текста Писания раскрылись там, раскрылся там смысл заповедей Торы, и из-за этого оступился великий мира сего, подразумевается под великим мира сего Шоломо. Написано с одной стороны, он не должен умножать себе жен, сказал Шоломо, я буду умножать, но не отклонюсь. И в результате отклонился. Написано пусть не умножает себе коней, то есть армию, сказал Шоломо, я умножу и не возвращу народ в Египет, то есть не буду организовать торговлю с Египтом, а вот в результате получилось не так, как он хотел. Нам не только для понимания правильно цитировать целиком стих, не умножу жен, чтобы не отклонился так написано в Таре. То есть такая, вот там, где указана причина, вот он может сказать, я знаю причину, поэтому я о ней... совершенно точно это ровно спасибо, это ровно то, что я хотел сказать. Ты процитировал ... Да-да, я согласен с тем, что ты говоришь. Просто Талмуд всегда упускает существенную часть стиха. Совершенно верно. В стихе написано, в стихах написано, что опасность, которая есть во всех этих запретах, состоит как раз в том, что сердце отклонится. Вэллоя сурли ваво. Вэллоя сурли ваво. И дальше чуть ниже левельти рум леваво мэйхав. Левельти сур минамитсвая минус ноль. Чтобы сердце не отклонилось от исполнения заповедей. И вроде как действительно можно понять, это не единственное место, где действительно были открыты, если пользоваться терминологией Талмуда, открыт смысл заповедей. Но здесь используется для объяснения того, что произошло с Шлумо. Психологическое объяснение. Поскольку я знаю, почему это нельзя, то я могу себя дисциплинировать. А если бы я не знал, почему это нельзя, то есть это был бы просто такой категорический императив, не требующий никаких объяснений, то тогда я бы ничем не мог себя оправдать, нарушая саму заповедение. Здесь я вроде как могу оправдать. А это с одной стороны опять же своего рода апология Шлумо, объясняющая, что с ним случилось. То есть не дай бог вам подумать, что Шлумо вдруг превратился в настоящего язычника. То, что, видимо, хотел показать про книги Малахим, автор нашего рассказа. А с другой стороны, здесь как бы все-таки не в такой абсолютной степени, как в трактате Шаббат, где говорится, что он вообще не согрешен. Здесь как бы готовность признать его грех постфактум и в чем-то возложить ответственность за этот грех на самого бога. Если бы это не было написано, невозможно было бы это сказать. Потому что из-за того, что бог раскрыл смысл заповеди в Торе, из-за этого Шлумо в общем и споткнулся. Но как бы подытоживая этот виток нашего разговора, я еще раз повторяю, как бы сама по себе история о грехе царя Шлумо судя по всему, так по крайней мере в моих глазах, возникает как попытка постфактум объяснить такое страшное катастрофальное событие, как распад единого царства. Вопросы. Перед тем, как мы перейдем к следующему витку наших рассуждений, здесь самое место задать вопросы, если они есть. Вопросы, замечания. Ну, как бы по-простому я совсем как бы банально говорю, такое ощущение, что чем дальше, тем больше линия как бы я не знаю, просто обеливания Шлумо, да, выставления, придумывания как бы некоторых алибис, скажем, или каких-то вещей, которые более-менее все-таки понижают рамку его неблаговидного поведения, скажем так. Да, неприятно. Это действительно то, что традиция отражается. То же самое и по поводу Давида мы видели. Да, 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 да. В этом нет ничего удивительного, потому что любимых героев хочется оправдать. Ну, да. Понятно. Тем более, что есть книга Деврея Мим, которая ни о каких грехах не рассказывает, есть на что опереться. вот, ну, в общем, да, традиция в целом направлена, вектор традиции более поздний направлен на апологию. Ну, и как бы по линии такой, что до этого, скажем, что Муамеллах и Давид, они рассматриваются больше как с общечеловеческой точки зрения, как эхатмиам, и к нему отношение как бы такая же мерка, правильно? А как бы уже дальше к ним относятся, когда говорят, как вы можете вообще говорить о Давида Меллах? Вообще, знаете, такой был Давида Меллах, обычный разговор, я там сломал, как вообще можно судить о том, что он себя неблаговидно вел. Вы вообще понимаете, о ком речь идет? Ну, хорошо, это как бы мы постепенно, да, это верно, это как бы некоторый вектор, вполне понятный, вполне объяснимый, вот, но мы видим, что, значит, авторы книги Шмуэля и Млахим готовы на то, чтобы как бы репутация Давида и Шнуло оказалась подмоченной, опять же, у них есть вполне возможно какие-то традиции, которыми они оперируют, но это позволяет им объяснить целый ряд событий, которые происходят, потому что они мыслят, эти авторы, в категориях преступления и наказания, в категориях воздаяния, ничто не может произойти просто так, да, значит, не может быть такое, чтобы, там, я не знаю, в семье Давида братья начали убивать друг друга, и это вот просто потому, что они не очень хорошие люди, значит, должна быть какая-то очень серьезная подоплека, вот, и как бы эта подоплека дается. Окей, еще вопросы или замечания? Можно? Да, конечно. В принципе, если мы будем рассматривать время, даже можно начиная с Давида, поскольку это и отличие его от времени Шоамоа, то там можно посмотреть немножко по другим углам. Если посмотрим для Давида, то, в общем-то, тогда мы не находим у него предпочтение, что кто из какого племени, из какого колена. У кого мы не находим? Во времена Давида. Окей. Во времена уже Шлумо уже начинается опять-таки там отличие вот то, что из его колена, из колена Игуды. Ну, я вынужден с вами не согласиться, по крайней мере, исходя из текста книги Шмуэля. Вот сейчас я эти тексты представлю, что как раз таки по поводу Шлумо в книге Имлахим нигде не говорится прямым текстом, что есть какая-то дискриминация по отношению к северным коленам. Я не говорю про дискриминацию. В времена Давида вообще не было разделения. Ну, как? Оно было. Я имею в виду брать, вот, кто был вокруг Давида. Посмотрите, в времена там не было рассказано, что тот из какого-то колена и так далее. В времена уже Шлумо уже начинается, то есть начинается опора в какой-то степени, или выделение, по крайней мере, колена Игуды. Смотрите, я не знаю. И, в общем-то, можно сказать, и в этом отношении можно сказать, что, то есть, уже семена того, что произошло дальше, уже при Хамаме, уже были заложены, в общем-то, на царство Нишлумо. Ну, вот я... То есть, распад опора на коленах. Опять-таки, до Давида, опять-таки, были совершенно четкие разделения, кто откуда. Смотрите, Алекс. И времена Давида как раз этого... Вот как раз этого не было. Почему удалось создать это единое государство? А на что произошло? Потом это вполне естественно, что когда осталось уже вот отдельное царство Нишлумо, естественно, никто не стал вспоминать про это. Скажите, Алекс, на что вы опираетесь, когда вы этот тезис выдвигаете? Что во времена Давида не было, во времена Шлумо... Просто посмотрите, посмотрите на имена, посмотрите на когда был расчет. Опять-таки, в книге Шмуэля, в книге царств, в частности, где упоминалось, кто из какого колена. Посмотрите во времена Шлумо. Какой расчет конкретно вы имеете в виду в книге Млахим? Я пытаюсь понять, опять же, поскольку, значит, если вы имеете в виду того, кого он назначал... Да, кого он назначал. Согласно книге Млахим, кого он назначал на посты, значит, как бы тут описывается разделение на области, вот, но должен вам сказать, что по самим этим именам совершенно не очевидно, каким коленом принадлежат... Это как раз подтверждает то, что я как раз хотел сказать. По поводу Шлумо? По поводу у Давида. Нет, так я говорю по поводу Шлумо, что вот он назначает как раз в книге Млахим единственный список, если говорить о списке во времена Шлумо, но это список Ницавим, наместников, которые он назначает в разных частях своего царства. Значит, по именам этих наместников отнюдь невозможно сказать, что каждый из них на самом деле... Там было кто-то, кто был назначен на колено по области Игуды вообще? Значит, как бы, во-первых, во-первых, в этом не было необходимости, потому что, как бы, колено Игуды, оно находилось под непосредственной юрисдикцией самого Шлумо. Вот это как раз и означает, чего не было времена Давида. Ну, смотрите, опять же... И вот это как раз и есть, то, что тем самым подтверждаясь, именно это выделило, именно это заложило корень. Смотрите, я вам сейчас продемонстрирую другие тексты. Но, помимо прочего, я все-таки хочу сказать, что это, ну, несколько такое рассуждение чуть-чуть спекулятивное, потому что сам-то автор стремится показать, что существует полный паритет. Он завершает весь этот список Ницовим следующим утверждением. Иуда и Израиль. Их очень много, как песок морской. Они едят и пьют и радуются. Шлумо же находит... Шлумо, как бы, царствует над всем справедливо. Значит, как бы, то, что наш автор пытается здесь, как бы, изобразить, это своего рода такой полный паритет, полный паритет между... И куда на первом месте? Прошу прощения, здесь. А, куда-то на первом месте? То, что выделяется одно колено и все остальные... Хорошо. Окей. Это уже тоже само... Если это... И этого не было времена Давида. А вот я вам сейчас докажу, что было. Вот ровно это я вам сейчас и докажу. Уж коли мы затронули эту тему. Вот я сейчас... А, секунду, я, кажется, не так открыл. Вы видите сейчас открытый файл или нет? Да. Да, вижу. Вот там, где написано «Раскол царства между историей и реальностью». Поскольку Алекс затронул эту тему, то я, прежде всего, хочу показать, что нам описывается во времена Давида как раз. Во времена Давида нам описывается следующее. Значит, во-первых, во время истории рассказа о восстании Авшалома нам рассказывается о том, что одними способами, при помощи которого Авшалом, сын Давида, перетянул на свою сторону большинство народа, был следующий. Он убеждал представителей израильских колен в том, что они не получат справедливого суда у Давида. Он их вполне убедило. И об этом рассказывается в 15 главе. И в результате действительно израильские колена в большинстве своем присоединились к Авшалому. Давид остался практически в полной изоляции. И тут мы могли бы сказать, отпарировать и сказать, ну, Авшалом был искусным политиком и пропагандистом, и он добился своей цели, но на самом деле это несправедливо. Однако, когда восстание подавлено, то мы видим следующую сцену в 19 главе Игишмейда. Царя необходимо возвратить с почетом в Иерусалим. И дальше описывается такой вот диалог, диалог в народе, что вот царь, который спас нас от руки наших врагов, от филистимлян, и который бежал от Авшалома, Авшалома, которого мы помазали над собой, погиб. Что же мы теперь ждем-то? Надо вернуть царя. Царь Давид посылает к жрецам, к цадоку и авиатару, и говорит так, обратитесь к старейшинам Иуды и скажите им, что же вы будете последними как бы в конце за спинами тех, которые будут возвращать царя в его дом. Вы же мои братья, вы моя кость и плоть, вы должны меня вернуть. И таким образом, как там говорится, он повернул сердце всех представителей колена Иуды как одного человека, и они послали за царем, сказав, возвращайся ты и рабы твои. После этого описывается следующее. Царь переходит в районе Гильгала, и весь народ Иуды с ним его переводят, и половина Израиля. И вот большая часть, вторая половина северных израильских колен приходит царю и выражает ему свое возмущение и говорят, почему братья наши из колена Иуды обокрали нас и перевели царя и дом его через Иордан. И сказал, ответили тогда представители колена Иуды Израиля, ибо царь ближе к нам, ближе ко мне. Чего вы жалуетесь? Значит, это как бы вполне естественно. мы что? Что-то съели, что нам запрещено, взяли себе и дальше как бы продолжает описываться эта перепалка. Представители колена Израиля говорят, у меня десять частей у царя. Почему же как бы ты меня унизил? и тем не менее говорится, что слово или дело колена Иуды было сильнее, чем колена Израиля. То есть, иными словами, царь Давид, согласно этому тексту, однозначно предпочитает, отдает предпочтение своему родному колену, колену Иуде. И хотя он, как бы можно так по крайней мере это понять, совершает весьма разумный поступок и устанавливает столицу на границе между коленами, между севером и югом, Иерусалим ровно посередине, все равно предпочтение колена Иуды явно проявляется, а посему немедленно после всей этой истории нам рассказывается о том, что вспыхнуло восстание, которое категорически осуждается, но очевидно, что корни этого восстания в этой дискриминации, в этом предпочтении, что некий человек, который называется здесь негодяем, по имени Шио Венбихри из колена Бенемина, то есть из колена бывшего царя Шауля, все время ведется некая борьба, там еще описывалась стычка между человеком по имени Шими Бенгера из дома Шауля и Давидом, когда Давид убегал от Шалома, Шими Бенгера проклинал ему его и говорил, называл его убийцей Давида, который уничтожил предыдущий царский дом, потом просил прощения, когда Давид вернулся с победой, и вот теперь Шио Венбихри тоже поднимается, трубит шофар и говорит, у нас нет доли у Давида и надела у сына Ишая по шатрам своим Израилем, это некий призыв к бунту, и действительно отложился, как тут сказано, отложились колено Израиля, весь Израиль от Давида и пошли за Шевы Бенгер и лишь колено Иуды осталось преданным царю, то есть мы видим, что как раз если искать с точки зрения авторов книги Шмуэля и книги Млахим, если искать действительно некоторое зерно зародыш будущего распада, то его следует с их точки зрения искать как раз во времена Давида, а не во времена Шлумо, во времена Давида, потому что во времена Давида происходили трения, конфликты между севером и югом и Давид не смог положить им конец, а если ему это удавалось сделать, то только лишь силой, подавив сначала восстание Афшалома, потом восстание Шео бен Бихри, что касается Шлумо, то конечно можно пытаться читать между строк, можно пытаться читать между строк и пытаться уловить там какую-то дискриминацию по отношению к северным коленам в пользу колена иуды, но прямым текстом этого там нигде не значится, а наоборот всячески подчеркивается, что во времена Шлумо царила полная гармония, полная гармония, и значит Иуда и Исраэль были под своей смоковницей и под своим виноградником, рядом со своим виноградником, было такое абсолютное благоденствие, можно попытаться, но это как бы тоже рискованный шаг, значит, по поводу дальше мы об этом будем говорить уже в следующий раз, это действительно так, значит, но это история с распадом царства, внутри рассказов о Шлумо говорится о том, что в одном месте говорится, что Шлумо освободил от трудового налога Израиль и обложил этим налогом только оставшихся ханаанских аборигенов, а в другом месте говорится, что он таки наложил налог на Израиль и по идее можно было из этого вычитать на Израиль наложил, на Иуду не наложил, но это там не сказано и такое ощущение, что в этом тексте Израиль там воспринимается как некоторое генерное понятие народа Израиля в целом, но как мы увидим дальше, действительно есть одно место, но это одно единственное место, которое служит реальной причиной начала проблем в царстве Шлумо в этой самой одиннадцатой главе, которая рассказывает о распаде царства. Я сейчас скажу, о чем идет речь, но подробно будем говорить об этом в следующий раз, а именно следующий, рассказывается там об истории основателя будущего израильского царства Йоравама сына Невата, и это отдельная повторяю история, увидим, что Йоравам сочетает в себе паразитным образом черты, как Мушетак и Аарона, но помимо прочего рассказывается, что он был назначен царем Шлумо ответственным за взимание налога с дома Йосефа, написано надо иметь в виду, что слово здесь не случайное, оно нас отсылает к истории египетского рабства, отдельный разговор, мы увидим, что в этой истории за кадром Шлумо предстает неожиданным образом, как египетский фараон, но это единственное место, из которого можно вычитать, что представители северных колен были дискриминированы, и это послужило началом недовольства их главного представителя Яровама Сына Навата. Поскольку у нас остается буквально несколько минут, я только сделаю некоторое заявление касательно того, что мы будем делать в следующий раз. Во-первых, мы посмотрим, как описывается раскол царства в книге царей Емлахим. Это один момент, на который мы обратим внимание, и сравним это с тем, как этот раскол описывается в книге Хроник. Это номер раз. Параллельно с этим мы зададимся вопросом, что сегодняшние историки думают об этом событии, о расколе, распаде царства и вообще существовании единого царства Давида Ишлумо. Какие на эту тему есть споры. А второй наш сюжет, которым мы займемся, это фигура Яровама сына Невата, как я уже сказал, который предстает в двух ипостасях. В явной, где он всячески осуждается уже в книге царей, как грешник, и в скрытой, которая, возможно, представляет собой то, что думали о Яроваме сыне Невата представители, жители северного царства. В конце концов, это некоторые северные традиции, которые попали в Иудею после разрушения северного царства и были иудаизированы. Так вот, что они думали о Яроваме сыне Невата, о его золотых тельцах и о том, как, собственно, он стал первым царем. Там столкнемся с довольно странными любопытными вещами. Как я уже сказал, неожиданно выступит сходство между Яровамом и Муше, Яровамом и Аароном. Вот, то, что мы увидим в следующий раз. Вопросы. Поскольку сегодня мы должны закончить 9 часов, то, пожалуйста, если есть вопросы, замечания к тому, что я сейчас сказал, не знаю, убедил ли я Алекса, но, во всяком случае, я надеюсь, что я показал, что есть очевидные тексты, которые говорят о начале распада уже во времена Давида. Господа и дамы, у нас сегодня ограничены во времени, мы должны закончить вовремя, окей? Поэтому, если есть короткий вопрос, пожалуйста, да. Так уже да, может, оставим вопросы на следующий раз. Хорошо, можно отложить на следующий раз. Давайте отложим вопрос на следующий раз. Кроме того, я хочу сказать одну фразу, чисто технически, что кроме записи наших лекций, мы сейчас постепенно выставляем отредактированные распечатки текстовые наших лекций, и там тоже можно комментировать и на самом сайте, они расположены на сайте lmo.ru lmo.org, это одно и то же, и точно так же там можно комментировать, задавать вопросы, либо задавать их потом на лекции, как вам будет удобно. Имейте в виду, что там есть распечатки, там стоят уже две лекции, мы готовим следующие. Окей? Ну хорошо, тогда на этом заканчиваем. Большое спасибо. Все, лектору огромное спасибо, всем счастливо, и до свидания, пока. До свидания всем.